итак всем добрый вечер мы сегодня необычную работу будем с вами проводить точнее мы с я на и решили это сделать вместе потому что здесь и и чертенята и мои все собраны хочу сначала вам показать чтобы полюбовались этой работой это один тот же мастер до или разные мастер 4 мастер это третий мастер вот друзья мои хочу вам напомнить вот откройте все таки мою лекцию посмотрите черти духе чертогов от слова чертоги духе которые спускаются из чертогов для того чтобы ну с разной миссии с разными заданиями но некоторые из них охраняет например лес определенное время некоторые охраняют живую природу то есть они выполнять определенную функцию с принятием христианства естественно все силы духи дохристианские до языческие они были объявлены вне закона и уже как бы к ним отношение такое пренебрежительные а на самом деле эти все силы и они нам помогают потому что они вместе с нами наравне с нами живут в том самом пространстве во вселенной где и мы то есть имеет полное право жить и они такие же жители просто не потусторонние жители духе потустороннего мира не нашего это другого измерения однако черти они были поскольку они были духе чертогов но оберегали природу то они принимали обличие животных и более всего чаще всего обличие козлов поэтому их изображали как похоже на козла потому что во первых они вездесущие то есть козлы которые поднимаются во все эти углы щели во вторых это показывают упрямство их хитроумие их умение маскироваться и так далее и вот они показывались в том обличье в котором люди могли были способны их воспринимать так что это не страшные духи но они разные среди них есть и те которые служат добрым делам те которые служат злому делу то есть они различные и как бы однозначного такого вот однозначную оценку им давать не следует но есть одно но не стоит облачать детей вот маленьких детей в чертенят и прочее потому что вы привлекаете в их жизнь эти силы а поскольку они еще маленькие у них энергия еще не приспособлена вот как бы понимать их и прочее то эти силы которые обратят на них внимание они могут просто поменять их характер в плохом смысле сделать более подвижным вот например ребенка облачили там в чертенка потом он начал кусаться бить всех своих одноклассников ну маленький еще первый или второй класс то есть вот такие вещи делать не следует потому что это все таки природные духи это все же сильнее чем человек поэтому к ним надо быть уважительнее а вот облачаться предположим до ребенку в чертенка это не уважать эти силы то есть над ними насмехаться практически поэтому такое наказание может последовать вот почему говорят что не стоит вот как бы трогать эти силы если ты не знаешь их просто так держать чертенят дома тоже не очень стоит нет они вреда не нанесут но эти куклы понимаете вот изображение этих природных духов или сил они должны служить они просто так не должны стоять либо человек должен заниматься магией и естественно эти все силы и сущности духи которые обитают его доме они вселяются в эти куклы они как бы берут определенную энергию энергию с работы этого человека то есть вот она очищает людей или призывает удачу постоянно вот это вот энергообмен постоянно вот это взаимодействие с миром духов и они насыщаются этой энергией не зря например в некоторых религиях в исламе более всего запрещается держать дома все что напоминает человека или зверя но сейчас уже держит уже современный мир а вообще если вы видели это в мечетях например орнамент цветочный в основном да красивые узоры и поскольку художником нельзя было изображать человека то они всю свою страсть и всю свою способность и все свои таланты вот бросили на вот эти вот все эти узоры орнаменты поэтому они такие разнообразные необычные неповторимые считалось что все что напоминает человека или зверя туда может селиться некая сила да это так и есть но просто есть различие куда-то вселяется не очень добрая сила куда-то скажем так просто там сила которая никак не вредит ни туда и не суды но не зря на руси вот были куклы матанки они были как обереженные куклы до береги не их вешали дома если они там разрывались это означало что вот эта матанка на себя взяла все эти сглазы все эти негативные там взгляды которые были направлены на дом хозяев и так далее в конце концов как бы собой пожертвовал тогда их жгли иногда такие куклы например за переносили на такие куклы болезни их жгли и прочее то есть кукла изображение человека или зверя или какой-то сущности они всегда носили определенный ну то есть определенный символ определенный характер был у них так вот просто так чертенят дома держать не стоит потому что вот если вы сделаете ритуал вот посмотрите закажите где-то купите сами сошьете сделайте тогда да эти чертенята вам будут служить а просто так изображение духов они просто будут забирать энергию вот просто будете уставать они все равно должны чем-то питаться так вот вначале скажу что вот эти вот чертенята которые вас будут дома если вы проведете такой ритуал их можно вовлечь и в другие ритуалы то есть это не последний ритуал который я вам даю с этими чертенятами с ними можно проводить различные ритуалы не обязательно каждый раз заказывать новых каких-то новые куклы и новые изображения с ними можно проводить все ритуалы касаемо чертенят я дарю ритуалы постепенно как бы раскрывая до более такие глубокие такие дебри магии потому что зрители должны быть готовы к этому надо постепенно прийти вот как вы считаете там первый же год дать например ритуал с чертенятами и так бы поняли а вот сейчас когда вы уже много лет делать мои работы уже есть результаты вы понимаете насколько они ну как бы помогать и так далее теперь у вас нету ни страха ни сомнений вы уже поняли что это просто духи которых ну религия поставила вне закона и наделила всякими страшилками этими легендами да устрашающим то есть в них нет ничего страшного вы это уже поняли и поэтому мы я могу спокойно вам дарить такие ритуалы так вот старину шили таких куклы похожи на чертенят ну различные даже из соломы делали в общем из лоскутов ткани прочь и один чертенок был белый другой черный и на них начитывали на удачу на прочь к сожалению вот эти вот именно вот заговорная часть она не осталась то есть вот многие очень многие работы я восстанавливаю просто потому что во первых я историк во вторых я очень много то есть я читаю именно знаю этнографию да и в третьих мне все таки дано мне приходит эта информация может быть многие ритуалы я и восстанавливают забираю из этих пластов информации да и вам выдаю и на основе вот этой традиции белого чертенка черного чертенка я хочу вам подарить сегодня ритуал но который вы можете проводить часто смотрите вам нужно будет время от времени вот этих чертенят значит посадить на деньги на красную ткань на золотистую ткань на мех как хотите но перед ними нужно поставить вино поскольку они но эти силы они питаются спиртными то есть спиртной имеет определенную энергию сахар кусочки конфеты один день оставляйте на следующий день это выкидывайте выливайте но никто спросто если ребенок съел да ничего страшного там не произойдет но постарайтесь чтобы такого не было но если съел не страшно она просто обесточенные мы питаемся физической едой до духе питается молекулами еды то есть ароматами запахами мы отправляем это в потустороннее пространство они этим питаются они вот это взяли съели то есть забрали себе для пропитания молекулы еды энергию еды и все она уже обесточено его надо выкидывать то есть она и не вредит и не нужное и ничего вы сажайте этих чертенят читайте этот заговор и угощайте их этим всем можете угостить после того как они исполнят то что вы просите да но в основном что происходит когда эти чертенят у вас есть белый чертенок он для того чтобы собрать по всему миру и принести вам удачу черный чертенок для того чтобы привлечь деньги подарки дары и прочее прочее дальше смотрите почему именно вот чертенята все время в этих ритуалах потому что считается что детки этих духов чертогов они очень шустрые и поскольку они очень игривые они любят то есть они любят исполнять что-либо и получать замен что-либо как как все дети то есть им нравится что-то принести пойти там за каким-то заданием выполнить это задание получить награду и поэтому чертенят все время призывали купцы когда хотели быстро товар продать вот смотрите вот что происходит вот например человек вот я показывал как дождь останавливается то или как ветер утихает вы видите физическое проявление магии вот начитали дождь остановился ну понятно что дождь вечно не будет или лить но если вы начитываете и через там две минуты дождь останавливается значит он остановился все-таки от вашего заговора вы видите физическое проявление вот четко ясно показано дождь был сейчас нету вот ветер был начитали ветер утих а в остальных случаях это происходит на в тонком плане то есть вы не видите этого но она происходит вот вы идете например сдавать экзамен да вы начитали и вот ни с того ни сего он этот ректор или кто там экзаменатор сказал то и черт с тобой ладно уж ладно ладно ставлю тебе прям неожиданно такой человек от которого жизни не ждешь такой вот прям подобрел вот как бы вот так я сдала так экзамен когда мы сдали один экзамен то есть по на педагогике и я естественно во все оружие пошла на читала все что положено еще немножко мой острый ум сыграл роль я значит и сдавала там 10 заповедей когда я там не убит не укради не прелюбодействие так далее я говорю знаете я что-то не помню остальное наверное просто их не поэтому вот и тут приходит этот экзаменатор один говорит давайте сегодня же сдадим и историю но никогда в жизни от него такого общения никто не ожидал давайте давайте пока мы на веселе быстренько принесите они какие-то вопросы задали несколько честно историю я очень быстро и мы аж у всех глаза такие я понимаю почему потому что начитана было то есть вот смотрите в тонком плане происходит вот человек который должен вам поставить зачет или там что-то там сделать для вас подписать что-то вот просто добреет на глазах вперед и делает то есть одним это не ожидали а он сделал вот тонком плане это получилось вот как чертенят призывают купцы они шустрые они быстрые и вот это практически вот как описать как будто они вот прям за подол тащат всех туда к этому товару идите покупайте быстренько яна знает она с чертенятами часто она их призывает и то есть они делают делает этот ритуал чертенятами и ну короче знает она это дело и такое же дело когда ты вот одно время свои изделия до выносила там продавала на этих как ярмарках да они как тащат людей знаете как внушают человеку что тебе это надо купи обязательно это нужно тебе вот прям смотри какая красота больше не будет то есть они шустрые вот денежном плане и так далее поэтому призываются то есть от духов чертогов их детей детенышей которые приходят выполняют твое желание получать награду теперь вы можете этих чертенят дома где-нибудь красивых местах вам поразложить вы можете поставить там то есть посадить их там где вот ваш кабинет где вы работаете потому что там принципе вам удачи да и деньги нужны до рядом с книгами сидят вы можете подходить этот заговор начитывать вот сколько хотите сколько у вас есть сахара конфеты вина столько и читайте но обязательно им потом принесите или в это время как вы начитали сразу поставьте им кушать или после как они вам принесли и вы просто заметите вот сколько эти чертенят в вашем доме туда будет постоянно тянуться удачи и деньги постоянно вам на все будет хватать теперь насчет вопроса что например вот я переезжаю туда-сюда так возить с собой это же все приходит к вам вот слово наш дом или мой дом где вы живете хоть номер в гостинице в этот момент он ваш дом поэтому тут ничего такого нет собственно говоря и так давай я наверно один раз ты прочитаешь потом я читать нужно шесть раз вот здесь вот плод вашей фантазии как хотите вы можете это провести как хотите можете потом когда же нам отправить показать как какие у вас чертенят нам же интересно не дальше да все все да это общее там как бы дается задание а потом каждому чертенку все давайте начите начитаем и вот еще раз покажем смотрим какие необычные да давайте пойду я из дверей в ворота из ворот во чисто поле посреди того поля изба стоит изба непростая изба золотая в той избе живут чертенята удачливые да богатые счастливые да сытые черные да белые малые да средние и вы чертенята меня послушайте что прикажу что укажу в миг исполните а я вас зато сладким угощу вином напою в красный угол посажу буду холить да лелеять белый чертенок по всему свету гуляй удачу со всех для меня собирай неси все в мой дом каждое дело удачи венчай каждое мое желание исполняй только пожелаю и тут же получаю действуй чертенок черный чертенок по миру гуляй со всех деньги золото да серебро собирай в мешках каменьях да дары неси и все в мой дом все мне принеси со всего мира из шахских дворцов из царских ворцов из султанских покоев все богатство и деньги в мои закромады в мои сундуки мне столько денег отовсюду неси чтобы некуда было спрятать нет счету звездам не будет счету моим деньгам действуй чертенок чертенята чертенята шустрые ребята богатые да удачливые хитрые да изворотливые беру вас на службу с вами я затеваю дружбу вам у меня в доме жить мне служить нам жить поживать богатство наживать врагам на зависть нам на радость и усладу столько добра и денег соберем что мир будет делиться отныне мы с вами неразлучные друзья вы мне богатство дарите а я их трачу на то мы решили ключ замок язык заклята я смотрю на эту чертенка думаю блин кого мне напоминает уже который день моя двоюродная сестра в детстве и даже взгляд такой же хитрый жанна блин едва как же это вообще кто же это вообще мне передо мной вообще я поняла и как не те фотографии покажись на компьютере это ж надо же так ладно надо ей показать чтобы она обрадовалась так итак теперь я читаю пойду я из дверей ворота из ворот во чисто поле посреди того поля изба стоит изба не простая изба золотая в той избе живут чертенята удачливые да богатые счастливые да сытые черные черные да белые малые да средние эй вы чертенята меня послушайте что прикажу что укажу в миг исполните а я вас зато сладким угощу вином напою в красный угол посажу буду холить долине лелеять белый чертенок по всему свету гуляй удачу со всех для меня собирай неси все в мой мой дом каждое дело удачи венчай каждое мое желание исполняй только пожелаю и тут же получаю действует чертенок черный чертенок по миру гуляй со всех деньги золото да серебро собирай в мешках каменья да дары неси и все в мой дом все мне принеси со всего мира из шахских дворцов из царских ларцов из султанских покоев все богатство и деньги в мои закрома да в мои сундуки не столько денег отовсюду неси чтобы некуда было спрятать нет счету звездам не будет счету моим деньгам действуй чертенок чертенята чертенята шустрые ребята богатые да удачливые хитрые да изворотливые беру вас на службу с вами я затеваю дружбу вам у меня в доме жить мне служить нам жить поживать богатство наживать врагам на зависть нам на радость и усладу столько добра и денег соберем что мир будет делиться отныне мы с вами неразлучные друзья вы мне богатство дарите а я их трачу на то мы решили ключ замок язык заклято так еще раз я на прочитает и и достаточно потому что мне кажется что нужно 6 до 6 раз не обязательно нам 6 раз читать у нас тем более и рассказ длины и это памяти может не хватить так что еще раз и последний раз читать я на значит так для тех кто просит обязательно написать текст это на русском языке если вы русский язык знаете у вас есть ручка бумага берем записываем сами если вам очень срочно вот срочнее всех надо а если не то да как советских фильмах да куда срочнее то вот а если не срочнее всех надо то подождите а она выложить текст с объяснениями еще раз прошу никому текст не выкладывать потому что сыром виде потом гулять по интернету так не должно быть должно быть объяснение автор куда зачем почему и значит ничего страшного не помрут люди если там через два дня сделают у вас прямо сейчас чертенят нету прям за кромах может у кого есть но в любом случае все на этом давай читая на пойду я из дверей ворота из ворот во чисто поле посреди того поле изба стоит изба непростая изба золотая то избе живут чертенята удачливые да богатые счастливые да сыпи черные да белые малые да средние эй вы чертенята меня послушайте что прикажу что укажу в миг исполните а я вас зато сладким угощу вином напою в красный угол посажу буду холить да лелеять белый чертенок по всему свету гуляй удачу со всех для меня собирай неси все в мой дом каждое дело удачи венчай каждое мое желание исполняй только пожелаю и тут же получаю действуй чертенок черный чертенок по миру гуляй со всех деньги золото да серебро собирай в мешках каменья да дары неси и все в мой дом все мне принеси со всего мира из шанских дворцов и царских ворцов и султанских покоев все богатство и деньги в мои закрома да в мои сундуки мне столько денег отовсюду неси чтобы некуда было спрятать нет счету звездам не будет счету моим деньгам действуй чертенок чертенята чертенята шустрые ребята богатые да удачливые хитрые да изворотливые беру вас на службу с вами я затеваю дружбу вам у меня в доме жить мне служить нам жить поживать богатство наживать врагам на зависть нам на радость и усладу столько добра и денег соберем что мир будет делиться отныне мы с вами неразлучные друзья вы мне богатство дарите а я их трачу на том решили ключ замок язык заклята и так дорогие друзья я еще раз напомню что вы подселяете туда сущность и чем чаще вы читаете тем усиливается эта сущность и начинает собирать для вас то что вы просите а вы угощаете поэтому этих чертенят никто не должен трогать и брать в руки тем более чужой человек ну ваши домочадцы могут да и близкий человек может посмотреть там если интерес но вообще желательно чтобы чужие люди не трогали их и если к вам будут приходить гости лучше их спрятать если будут спрашивать лучше не говорить для чего просто красивой кукла все все прячу ой да и посмотреть нет нельзя 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 вот нельзя их трогать потом скажу почему или не могу говорить почему извини но я на них начитала и их нельзя трогать вот и все не позволяйте трогать чужим людям потому что не означает удачи может пойти к ним а не к вам если вы его постоянно кому-то дадите позволите смотреть трогать и так далее и время от времени подходите делайте но не каждый день но раз в неделю достаточно я думаю постепенно вы начнете понимать как будет усиливаться и увеличиваться то что у вас в доме есть и вообще вот все эти заговоры ритуалы и так далее они для чего даны вот такое количество вы их как бы делаете до проводите начитывайте и забыли про них они работают действуют когда уже садитесь начинайте до и после делить или там просто итог года проводите концу года вы понимаете сколько вы успели сколько вы сделали и вам на все хватило и денег и времени силы здоровья и в доме сколько всего прибавилось и сколько вы успели и так далее понимаете вот для чего что ну казалось бы вот один заговор и хватит нет не хватит недостаточно недостаточно потому что иногда заговор имеет особенность уставать иногда нужно менять разные делать снова возвращаться к этим заговорам понимать у всех свои и своя энергия своя генетика у каждого как бы каждым иногда знаешь я вот смотришь абсолютно вот с русскими волосами просто русская женщина она делает воду и у него буду получается помешан может у нее очень далекие предки когда-то в африке жили миллион лет назад то его знать вот ее энергия совпадает а вот удача кочевника у всех совпадает почему потому что у нас у всех есть хоть капля кочевой крови потому что эти народы когда кочевали из разных там стран до из разных там империи так далее все равно же кто-то на ком-то женился кто-то влюблялся оставался там с местными людьми и вот наши прапрапрапрабабушки кто-нибудь оттуда и может и есть кочевники же нет не обязательно именно вот монголы или там еще какие-то нет кочевниками были и гунны кочевниками были и северные народы понимать вот о чем речь то есть проводите делаете и чем чаще вы будете делать и обращаться к тонкому миру тем больше она будет под вас подстраивается и потом вы заметите что вам достаточно один раз прочитать уже все получается то есть вы приучили свою энергию к ним и они вас сразу же слышат понимаете вот вы открываете этот некий портал ну что сказать вам вот найдите таких чертенят а может сами можете сделать заказать не знаю то есть разные различные варианты как они выглядят не обязательно чтобы они примут красавцы были ну вот ну желательно что более-менее вот вам было приятно смотреть на этих чертенят чтобы вам все время когда вы хотите идти сделать ритуал вам было приятно не как на каторгу почему нужно кошелек тоже иметь красивый хороший чтобы вам не противно было туда смотреть и деньги считать понимаете это все играет очень большую роль почему нужно в красивые там какой-нибудь книгу тени и записывать ритуал чтобы вам было приятно открывать читать если что-то вам неприятно вы избегаете встречу с этим и следовательно это ну это не дело это не получается все всем удачи всех благом из наших чертенят сейчас по домам рассадим да и дальше будем делами заниматься всего хорошего